Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Мне кажется, как-то темновато, да? Давайте включим немножечко свет. Так лучше. Просто когда слишком баланс белого делаешь большой, то как-то искажается изображение, как я заметила. Вот, сегодня мы с вами будем кушать хингаль или хингал. Ну, в общем, это азербайджанский хингал. Почему-то в Грузии хингали называют их, а у нас хингаль, то есть с буквой Г. Поэтому очень часто в комментариях я замечаю, что люди, некоторые пишут, почему написано с Г, некоторые пишут, почему написано с К. К сожалению, мы с вами все живем в разных странах и это произносится везде по-разному. Именно поэтому и разная надпись. И здесь у нас домашний такой мацони, кефирчик. Вот так вот посыпаем сверху мясо, лук. Очень давно у меня не было, наверное, где-то месяца два точно я решила приготовить. Точнее, мамочка приготовила. Я села кушать. Сегодня буду отвечать на вопросы из Инстаграма. Ребята, я обычно ставлю опросник. Сейчас в Инстаграме стоит опросник. И потом уже скриню опросник. И в течение где-то двух недель отвечаю на все ваши вопросы. То есть, если я на ваш вопрос не ответила в этом видео, это не значит, что я не отвечу на него в следующем. Мои истории в Инстаграме смотрят, ну, 18-19 тысяч человек. И иногда один человек может задать, например, несколько вопросов. А кто-то вообще ни одного. Поэтому вопросов получается где-то 3-4 тысячи. И это просто нереально ответить на 4 тысячи вопросов за одно видео. Поэтому я делаю скрин. И уже в последующих видео буду отвечать на ваши вопросы. Так что не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я замечаю, что некоторые обижаются, что чьи-то вопросы я озвучиваю, кому-то приветы передаю, а кому-то нет. Некоторые пишут, вот, Айка раньше всем отвечала. Сейчас на мои вопросы не отвечает. Ребята, я не специально, честно. Просто людей много. И физически я просто не успеваю. Вот. Ребята, еще, кстати, насчет мукбанка с подписчицей. Пишите мне в Инстаграме. Я уже нашла двух подписчиц. Но они, к сожалению, живут далеко. Вот. Если есть кто-то, кто живет поблизости со мной, может, соседка моя. Сейчас просто смягчили условия карантина, но везде, кроме как в Баку. Баку, Ленкарань. И, по-моему, Генджа. В общем, те города, где население большое, плотность и все такое. Поэтому, к сожалению, рестораны не открыты. Можно получить разрешение всего на 3 часа. Вот. А если бы была бы какая-то моя соседка, то можно было снять какой-то интересный челлендж. У меня есть много идей. Вот. Какие-то я видела у каких-то других блогеров. Какие-то идеи сама придумала. Ну, знаете, во всем есть положительные стороны. Например, карантин. Вот, казалось бы, что здесь может быть положительного? Я научилась экономить, ребят. То есть, я во время карантина прожила на такую сумму, о которой мне даже не снилось раньше. Представляете? То есть, я ничего себе не покупала. Я вообще поняла, что и не надо это все. Когда там магазин откроется, и ситуация уляжется. Магазин уже открыт. Но все равно, как-то, знаете, я очкую. Зачем подвергать свою жизнь опасности? Не знаю. Можно пока что и в этой одежде снимать видео. Но я замечаю в комментариях, что люди пишут, что Айка, ты в видео в одном и том же и так далее. Поэтому я думаю купить себе, не знаю, штук 10 футболок разных. И снимать в разном. В общем, самое главное, карантин научил меня экономить и не покупать ненужные вещи. Там продукты, не знаю, какие-то полезные вещи. Например, фрукты. Фрукты сейчас очень дорого. Особенно клубничкам. Но это все витаминчики. Но если вот, например, я покупаю иду себе 20 хайлайтеров, которые, скорее всего, до конца моей жизни не закончатся. Я осознаю, что это пустая трата денег. А, например, еда, это не пустая трата денег. Ты кушаешь, ты наслаждаешься. Мы живем зачем? Чтобы кушать. Господи, как же вкусно. Один из первых вопросов восточной сладости задает. Когда вы планируете свадьбу с вашим молодым человеком? Я могу планировать ее даже завтра. Но тут есть ряд факторов, которые не зависят от меня и от него. То есть, для того, чтобы создать семью, он должен найти работу. А чтобы найти работу, он должен пойти в армию. И год он будет еще в армии. И я не спешу, если честно, с этими делами. У меня... То есть, хорошо идет с работы и дела. Если бы не этот карантин, у меня дела просто были бы офигенно. Теперь даже не знаю, как оно будет, что будет. Знаете, в семье недопонимание. Какие там скандалы очень часто бывают на почве денег. Я не хочу, чтобы у нас были такие скандалы. Я хочу, чтобы каждый из нас имел стабильную работу, стабильный заработок. Может быть, вы не поверите, но я еще и помогаю своим родителям. Точнее, мама у меня не работает. И все расходы касательно дома, они на мне. То есть, продукты, коммунальные. И все-все это на мне. Но зато мама мне помогает. У нее есть свой iCook. Кулинарный канал. Вот. Мама, например, хочет, чтобы я вышла замуж как можно скорее. Как можно скорее у меня были дети и все такое. Моя мама вышла замуж 22 года. Вот. Тоже не рано получается. Но, если честно, вот как таковой даты мы не обсуждали свадьбу. Что вот будет такого-то числа, такого-то месяца. Потому что еще это все дело рано. Рано не потому, что мы еще плохо друг друга знаем. А потому что есть ряд проблем нерешенных, которые нужно решить. У меня, например, в университете был парень. Он женился на девушке, которая, наверное, лет на 5 старше него была. Не помню точно на сколько, но где-то 4-5 лет разница у них была. Вот. И она уже хотела с семьей. Он был молодой парень. Учился в университете и так далее. У него не было работы. Он не был в армии. Куча проблем. Но они решили все-таки пожениться. И реально этому парню было очень тяжело. Он прям как белка в колесе. Как поженились, у них родилась дочка. Это все памперсы, расходы. Не знаю. Ну, сложно парню было. Ему-то было около 20. А уже семья, ребенок и все такое. То есть он морально не был готов ко всему этому. Ну, просто вот девушка, ей было около 25, да, на тот момент. И она хотела семью. И она считала, что ей уже пора. Ее родители считали, что ей уже пора. Поэтому она как-то настаивала на этом. Но я как человек со стороны смотрела на них и понимала, что люди любят друг друга. Все круто. Но материальная вот эта составляющая, это очень важно. Важно, чтобы вы жили вместе. У вас было жилье, у вас была работа. Чтобы вы с протянутой рукой не шли вот так вот к родителям. На самом деле в моем случае, то есть мне наоборот нужно помогать родителям, нежели они могут помочь мне. Поэтому мне нужно думать обо всем этом. Вот это видео, которое зашло в тиктоке, всем понравилось про армию и девушек. Это, кстати, его идея была. Вот. И прям залетело, так скажем. Как же вкусно мясо, вообще пожарено, обалденно. Расскажи о той истории, извини, что так настойчиво. Ребят, я очень прошу вас не писать в комментариях и вообще не спрашивать про эту историю, про которую я вам говорила там в комментариях. Я ответила на ваши вопросы, рассказала. И много кто увидел, там было 15 лайков на этом комментарии. Но потом я решила его удалить. Удалить? Знаете, у меня такое бывает. Я сначала вот раскрою душу, все это расскажу, а потом думаю, блин, зачем это надо? Вот. Так что, пожалуйста, я очень прошу не затрагивать эту тему. Чем больше вы на меня давите, тем меньше мне хочется рассказать эту историю. Вот. То есть поймите просто меня. Я знаю, что вы меня любите и вам интересно и все такое. Вы думаете, что мне станет легче. Постой, как я расскажу. Но я как бы не хочу пока что. Машина или еда? Следующий вопрос. Прикольный вопрос, конечно, задает его Алена. Алена 0604. Привет тебе. Конечно же, еда. Как вы видите, я в пользу еды. Повсоряна. Вот. Но машина тоже нужна, конечно же. Но я на данный момент считаю, что квартира важнее, чем машина. Потому что машина, она... С каждым годом все дешевле. Вот. Она падает в цене, а жилье, это всегда жилье, можно сдавать потом. Это тоже деньги. И на вот эти деньги, можно их откладывать, деньги, которые ты сдаешь. И купить в дальнейшем себе машину. Машина, это такой, знаете, комфорт, конечно же. Это понт, если ты покупаешь очень дорогую машину. Вот каждый, конечно, по своему карману ориентируется. Но у меня, к сожалению, нет такой возможности, чтобы купить и то, и другое. Или, например, я смотрю на некоторых блогеров, и им, например, дедушка подарил машину. Например, как Пушман, да. Квартиру купили там родители. И я не то, что завидую, я думаю, блин, как круто реально. Я тоже хочу в дальнейшем быть таким дедушкой. Ой, дедушкой. Бабушкой, например, которая подарит, например, машину и так далее. Но у меня, к сожалению, да, у родителей, не то, чтобы они не хотят мне что-то покупать, у них нет возможности, понимаете. Чтобы делать такие крутые подарки. То же самое касается бабушек, дедушек. То есть они бы все бы отдали мне, но, к сожалению, у них нету. Но я не расстраиваюсь. Я считаю, что у меня дела идут очень хорошо. Я считаю, что я молодец. Я молодец. И потихоньку все будет. И счастье, он уже не в деньгах. Можно быть супер богатым и несчастным. Можно быть бедным и с амбициями, но с душу счастливым человеком. Ну все, ребята, мы с вами покушали. Здесь остался лук. Мне, честно, он нравится. Именно его запах, именно его сок. Но вот так вот просто взять и съесть весь лук я не могу, не знаю. Это, честно говоря, мой какой-то бзик. Иногда я его кушаю, иногда не могу есть. В общем, как-то так. Кстати, ссылочка, я совсем забыла сказать вначале. Ссылочка на рецепт будет в инфобоксе. Обязательно готовьте. И подписывайтесь на iCook. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита всем.